Привет, меня зовут Сымар и это вторая часть отчета из моего нового путешествия. Сейчас я нахожусь в столице Казахстана, в городе Астане. И в этой части расскажу, как я сюда добрался, а также какая погода в начале мая на Урале и как выглядит казахская степь от Кастаная до Астаны. Едем на Пчелны, по дороге кушаем манты. Нас наконец-то отпустила Казань. Следующий путь назначения набережной Челны, а там и до Ижевского кой подать. Всем привет, Володя, Челны. Забираемся до города Ижевска, увидим столицу Удмуртии. Короче, правда, тоже. Ну, краем глазом. Мы решили не стоять сегодня в лесу и писаться в городе Ижевский. Ну, как писаться в отеле? Конечно, круче, чем отель в Монголии он не будет. Пока что самый крутой отель в моей жизни это в Дархане. Но, тем не менее, у нас тут есть микроволновка, чайник, коньер, душ с примерно горячей водой. И что самая ценная возможность выспаться до Йобурга оставалось 600 километров. Я не знаю, слышно на камеру или нет, но здесь волшебная атмосфера крымского курорта, школьной дискотеки, чего-то такого, танцы до утра. Сейчас вспоминаются бессмертные строчки джема, по-моему, там, где на трассе непогода, дерьмо, собака. Хотя погода не такое уж дерьмо, мелкий грибной дождик. 300 км до Перми, 600 км до Йобурга. Прохладненько, не так холодно, как вчера. Дождь, но и это пройдет. Вот Кимск. Ну что, Пермин? Скушали чокопай. Идем снимать мне швы, если снимут. Снимок отказались, сказали без страхового полиса мы тебе не будем разбинтовывать, расшнуровывать твой нос. Дуй в частную клинику, в частную клинику дуть это дорого, бессмысленно и выходной, поэтому буду снимать, наверное, уже в Казахстане. Надеюсь, казаки снимут мне швы нормально без страхового полиса, иначе придется идти в казахскую платную клинику, что делать. А здесь, на секундочку, снег. Спасибо. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...